Здравствуйте! Это программа «Тысяча. Одна история успеха». Одна из важных составляющих в развитии бизнеса – это обмен опытом. В палате предпринимателей этот вопрос является одним из важных компонентов реализации программ по поддержке бизнеса. Здесь стоит отметить компонент старшей сеньоры, который направлен на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов с успешным опытом работы для консультирования участников компонента непосредственно на предприятиях по вопросам внедрения новых методов управления, технологий производства, оборудования и обучения персонала. В Кокшетау совсем недавно сразу два предприятия стали участниками этой программы. Одно из предприятий, куда прибыл иностранный специалист, атель Светлана, эксперт по текстилю из Турции Мехмед Ярдым, имеет за плечами почти полувековой стаж и сегодня он делится опытом с кокшетаускими портными швеями. Стоит отметить, что опыт у гостя из Турции не только как портного. Он опытный менеджер управления, с подруководством которого была Сильфабрик, где трудились 80 тысяч человек. Последние два года он на пенсии занимается, так сказать, передачей опытом, причем на международном уровне. Я приехал из Стамбула. Моя цель – обучить ваших портных шить качественно. Также хотел обучить правильному подбору тканей. Местные портные шьют хорошо, однако нет предела совершенства. Я уверен, что благодаря таким программам, по которым я приехал в Казахстан, в вашей стране сфера будет развиваться. Это очень хорошо, что наши страны, Казахстан и Турция, начали между собой подобное сотрудничество и создали такую программу для народа. Это большой плюс для вашей страны и большая польза для нас. Мы должны помогать. Я верю, что ваши предприятия будут продвигаться вперед. Главная задача Мехмеда Ярдыма – поставить все дело на правильный поток, делать все быстро и качественно. За каждым его движением, показанным приемом, работники ателье следят очень внимательно. Я же хочу научить правильно шить. В первую очередь, по моей оценке, у вас здесь не хватает техники, то есть оборудования. Вся техника на ваших предприятиях очень старая. Хочу сказать, что я намерен приехать еще раз и думаю, в качестве помощи привезу оборудование, образцы тканей. Мы шили хорошие вещи. Я показал, как надо шить, по нашим стандартам. Все у ваших работников, то есть швей получилось. Просто здесь нужно разработать специальную систему, чтобы это было быстро. Руководитель ателье Светлана Ихлакова уже по достоинству оценила опыт и тот подход к делу, которым обучил ее работников Мехмед Ярдым. Получены были советы не только по технической части, но и в целом поведении бизнеса. По программе Адамикен, палаты НПП, мы участвовали в программе старшей сеньора. Мы подали заявку для участия в этой программе, запросили специалиста, какого уровня нам нужен специалист, в каком направлении. И нам был предоставлен этот специалист с Турции, Мехмед Бэйк. С его помощью мы просмотрели мой бизнес. Он как консультант посмотрел мой бизнес. Дал рекомендации, в каком направлении двигаться, в каком направлении расширяться. И подход здесь был, если у меня индивидуальный пошив одежды в основном идет, то здесь было предложено еще одно направление бизнеса, это в массовом пошиве. Но с учетом качества работы, улучшения качества и скорости работы. Таким образом мы получили довольно-таки хороший опыт от специалиста, который уже больше 40 лет в бизнесе занимался массовым пошивом одежды. Советы, консультации, показывали нам обработки, показывали нам новый крой. То есть вот эти вот сети не только теоретические, но и практические моменты у нас были отработаны в процессе нашего проекта. Теперь же после завершения повышения мастерства, атель намерена двигаться по несколько иному курсу больше внимания, давать массовому пошиву. Конечно, я немножко теперь другими глазами смотрю на свой бизнес. И для того, чтобы продвигаться, не стоять на месте, есть некоторые планы появились, изменить чуть-чуть свое направление в более массовом пошиве. То есть так как у нас в Казахстане с массовым пошивем это очень большие проблемы, мы в основном все закупаем из-за границы, из-за Турции. Нам нужно поднимать свою легкую промышленность, на которой, как наш специалист сказал, что у нас очень большие возможности, и есть где это реализовывать, где это делать. И есть рабочая сила, которая тоже можно привлекать, то есть это рабочие, новые рабочие места, зарплата, естественно, была у людей. И чтобы наша легкая промышленность поднимала свой профессиональный уровень. Стоит сказать, что это не первый, не последний визит иностранных специалистов в наш регион. По программе «Старшие сеньоры» у Палацы предпринимателей Хмельской области есть и дальнейшие планы. Компонент «Старшие сеньоры» позволяет отечественным предприятиям привлечь себе на предприятия иностранных экспертов и получить профессиональные рекомендации. Стоит отметить, что по данному компоненту «Старшие сеньоры» оплата расходов ведется за счет средств из публиканского дюджета. В этом году у нас уже успешно было проведено две экспертные миссии, то есть уже, можно сказать, ВП Бохарбаева, гостиница «Доскоп» и, можно сказать, ИП Ихлакова, ателье «Светлана». Стоит отметить, что данные экспертные миссии очень положительно влияют на, можно сказать, на развитие наших отраслей, экономики, то есть в разных сферах, позволяют повысить уровень профессионализма наших предприятий. Так у нас в этом году еще планируется еще одна экспертная миссия в Зелендинский район. Еще один эксперт из Турции провел курсы повышения квалификации в ресторанно-гостиничном комплексе «Доскоп». Митин Кокчауглу, родом из провинции Болу, родины многих известных турецких поваров. Шеф-повар с 30-летним стажем имеет огромный опыт, поскольку начинал свой профессиональный путь с самых низов. За его спиной работа в крупнейших пятидесятичных отелях Турции, участие в международных конкурсах. Я сюда приехал по приглашению своего товарища. Узнал, что тот прибыл по программе палаты предпринимателей и решил тоже поучаствовать, поделиться опытом. С местными поварами я готовил блюда из рыбы, птицы, салаты. Сейчас занимаемся подачей завтрака в отелях, используя местные продукты. Конечно, я стараюсь научить некоторым приемам, которые позволят повысить качество приготовления и, что немаловажно, скорость готовки блюд. Каждое мое действие я стараюсь предподнести как можно доступней. Весь свой опыт я хочу передать именно в процессе приготовления блюд. Что касается моего опыта, то на кухне я уже почти 30 лет. Думаю, что все получится и местные повара повысят свой опыт. Я сам начинал с самых низов и со временем мне доводилось работать в таких известных отелях, как Хилтон и Караван Сарай. Также я участвовал в соревнованиях шеф-поваров, которые проходили в Анталии. Последние годы я больше занимаюсь именно обучением. Задача Митина входит обучение местных поваров всем тонкостям, не только рецепт облюд, но и подача. Это оформление банкетного стола, подача в номера, завтраки в отелях. Мы пригласили по программе старшие сеньоры, эксперта из Турции, для того, чтобы повысить уровень квалификации наших поваров. На настоящий момент он провел уже несколько мастер-классов в нашем ресторане. Отработал меню по завтракам, отработал банкетное меню, внес корректировки и подачу меню на каждый день, который в ресторане Борелота. Мы уже пользуемся не первый раз услугами старших сеньоров. Для этого мы вызывали ранее из Германии. Приезжали старшие сеньоры и отрабатывали мастер-класс с официантами, также с поварами, с кондитером. А теперь мы уже второй раз пригласили из Турции, потому что восточная кухня как-то все-таки ближе к нашему региону. И надеемся за счет этого повысить как-то свой уровень, чтобы больше клиентов у нас было, сервис свой улучшить, подачу завтраков и так далее. Кстати, сам Митин Кокчауглу в восторге от казахской национальной кухни. По его словам, он не только передал свой опыт, но и перенял кое-что для себя. Что касается вашей кухни, то мне понравилось. Хочу сказать только главные отличия, что в Турции конину не едят. Я впервые увидел, как готовится конина и мне было интересно. Также я с большим интересом наблюдал, как у вас здесь сервирует стол, готовится к застольям, как проводят мероприятия, как подается конина. Я даже фотографировал весь процесс. Отличие, конечно, большое от турецкой кухни, но мне понравилось. По традиции мы передаем слово нашему спонсору, Народному банку Казахстана. Этот финансовый институт также ставит своей задачей поддержку бизнеса. На сегодняшний день в Народном банке действует программа кредитования холых предпринимателей, предназначенная для кредитования действующих предпринимателей. Основными условиями программы являются финансирование индивидуальных предпринимателей, действующих в интересах крестьянских фермерских хозяйств и юридических лиц, без отраслевых ограничений. Основными целями кредитования являются на пополнение оборотных средств, на приобретение расходных материалов, сырья, инвестиционные цели, на приобретение оборудования, автотранспортных средств, также приобретение строительства коммерческой недвижимости. Возможно финансирование на рефинансирование действующей непросроченной задолженности из других банков. Максимальный срок кредитования составляет до 7 лет. Максимальная сумма кредитования составляет до 200 миллионов тенге на одного заемщика. Ставка финансирования составляет от 14,5% годовых и зависит от целей и сроков кредитования. В качестве дополнительного обеспечения принимаются автотранспортные средства, оборудование, товарно-материальные запасы. Заявки до 35 миллионов тенге рассматриваются по упрощенной системе рассмотрения. Срок рассмотрения данных заявок составляет до 9 дней. Мы будем рады видеть вас в центрах продаж малым бизнесу Народного банка. К новостям палаты. Еженедельно на площадке региональной палаты проходит заседание рабочей группы по поддержке отечественных товаропроизводителей и продвижению отечественных товаров. На прошлой неделе прошло очередное мероприятие, на котором был обсужден регламент технического совета. Технический совет создан в целях реализации единой строительной политики и повышения качества проектирования и строительства объектов, реализуемых на территории Акмальской области. В ходе диалоговой площадки обсуждался вопрос закладывания строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций казахстанского содержания на стадии проектирования. Вопрос этот имеет стратегическое значение, так как подрядчики во время реализации проекта закупают те строительные материалы и оборудования, которые предусмотрены проектом смертной документации. В связи с этим, для эффективной реализации и продвижения товаров отечественных товаропроизводителей, необходимые материалы казахстанского содержания заложить уже на стадии проектирования. Уважаемые предприниматели, по всем имеющимся у вас вопросам, вы можете обратиться в Палату предпринимателей. На этом мы с вами прощаемся, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин